Так много остается, Наталья написала нам. «Бытовая ложь — понятие настолько обыденное и распространенное сейчас, что большинство просто не задумывается о том, что это, по сути, грех, наказание, за который смерть». Вот, пожалуй, я и выдвигаю в номинации «Самый радикальный комментарий сегодняшней передачи» Наталью на победу. Побеждает. Нам нужен такой джингл. Похоже, что это Наталья, да. То есть она говорит, это грех, плата за который смерть. Точка. Если в мелочах правда не всплывает, то совесть загрызет. А если всплывет, то впоследствии оказываются всегда хуже, чем могли бы быть без лжи. Вот об этом я тоже сегодня говорил уже. Удивительно, но мелкая ложь — это излюбленные грабли не только подростков, тайно курящих за углом, скрывающих плохие оценки и ходящих в мороз без шапки. Ой, как точно подмечено. Прямо про меня все. Про мое прошлое. Но также взрослых, а порой даже пожилых людей. Зачем люди это делают? Сама стараюсь с этим бороться. Хочется быть честной во всем и глобальное проявляется в мелочах. Знаешь, у людей, которые стремятся быть честным во всем, у них тоже есть свои перегибы, на самом деле. Они любят... Они любят даже больно тебе сделать. Мне кажется, это садизм даже. Ну, да. Я прокомментирую... Подойдет тебе человек и сейчас скажет, слушай, от тебя воняет. Ты когда мылся в последний раз? Ну, есть такие, знаешь, которые говорят, какой-то я на самом деле, я заслуживаю там. А, да. Знаешь, такие есть люди, так говорят. То есть вот они всю правду матку все время говорят. То есть это просто их такой... При этом это не делает их лучше. Вот. Созвучность твоей мышью. Просто хотелось бы верить в то, что происходит некий нравственный и моральный рост. Вот. Но его часто в жизни не наблюдаешь. То есть когда ты снова в том же грехе оказываешься, у тебя такое чувство, что как бы ну и что, откуда ушли-то туда и пришли. Да. На практике поразительное ощущение, потому что мы, с одной стороны, изменяемся в образ Христа, но с другой стороны, мы каждый день ощущаем, что мы хуже и хуже становимся. Да. Так может быть, это как раз и ощущение такое. Открывающиеся глаза. Просто тебе Бог открывает глаза на то, какой ты есть. Причем дело это не сразу, чтобы мы вообще не свалились просто в ужасе. Ты знаешь, я тебя лично успокою. Вот я тебя сколько знаю, мне кажется, со временем ты становишься лучше и лучше. О многих христианах так же много сказать. А вот Анастасия так, наверное, не считает, потому что она колки комментарии нам отвешивает. Говорит, а что насчет специфики профессии радиоведущих? Когда факты приукрашиваются, дополняются новыми интересными нюансами, которых в первоисточнике не было. По идее, это тоже ложь. Вот. Камень в наш город. Нам не хватает времени. Абонега Абонега Мой لة Моя Мой Мой ой Продолжение следует...